тот человек который в этом году попарит меня лучше всех получит от меня миллион рублей и кубок кубок паровара ребята привет я в екатеринбурге на выходе меня ждет иван бояринцев знаменитый я прилетел ко второму участнику кубка паровара все лишнее это может привести к угора сегодня ей задание увидишь набей ему морду как обещал ну привет ну что поехали утром пять часов добирались из екатеринбурга на деревне ивана выспались накрыл нам такую тут поляну сидим завтракаем и через часика-два пойдем уже палец есть я хочу снять пульсовую диагностику чисто для того чтобы посмотреть они вру ли я что баня помогает ладно смотрим энергетическое поле как бы она достаточная но есть провалы и вот эти провалы мы будем затыкать и второй шейный надо подправить когда будешь лежать на массажном мы тебе чуть-чуть немножко сделаем что-то типа петли глиссона так и смотрим по рекомендациям то что тебе в первую очередь нужно сейчас положить в чан из того что у нас есть мелиса цирландский мох женщин о корешок женщине мы туда положим ладанное дерево по температурной влажности на среде у нас должна быть сегодня русская баня от 40 на 60 до 60 на 40 до сочетания и 60 на 60 в пике духом здесь все готовится все идет я предлагаю пока надышаться воздуха а потом уже в бане давайте хорошо погнали привет как тебя зовут о кузе привет кузьма младший сын решил показать нам скотник мы пойдем посмотрим ох нормально у вас здесь курочек кролики еще есть как зовут рыжая шоколадка класс смотрите какая природа какой лес мы идем на второй этаж вегетарий ух ты реальный вегетарий слушай держи пробовать корнишончик такой тебе это первый огурец в этом году первый леди и джетельмены сегодня 15 апреля будет съеден первый огурец из вегетария ивана бояринцева и так пробуем на вкус он бесконечно бесподобный там рейк конечно вот здесь вот прям вот запускайте давай погнали молодец вообще отлично скоро давай давай тебе давай тебе сразу смотри тебе ответы оп 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 и тройной смотри он что делает ну как вот так у тебя ответку это был бурбулятор это короче для того чтобы не замерзала всю зиму и была чистая вода вот сегодня будем париться там где лежит полтонны нефрита полтонна нефрита друзья вот в общей сложности у нас будет веников ну штук 12-15 они больше порядка 20 штук мы будем использовать веников ну что пойдем запаривать веники подымайся пожалуйста на полочек и вот сюда головушкой ложись а ложись как хочешь хочешь так хочешь и так как тебе вот понравится потому как мы с тобой сейчас будем в основном нюхать по реке амур раньше плавал кораблик в 1800 забытом году на котором был вот этот фонарик малый такой каботажный кораблик смотри как он светит и этого света мне достаточно чтобы здесь парить человек прелесть живой бани в том что можно не закрывать на двери не окна при этом баня остаются кулитья ножки здесь коснулись я тебе все-таки валик под них подложу сейчас я сделаю так чтобы тебе было удобно лежать вот сюда подложу подушку а руки тогда сможем подтянуть немножко вот так вот и под руки я тебе положу такие валики чтобы тебе было комфортно вы ароматные мы сейчас будем проливать над паром смотри как они сейчас будут расцветать я тебе покажу сразу видишь как он реагирует медицина которая потом стала медициной вот здесь у меня медь на этих тазиках нет еще даже знака качества потому что они с тех времен когда знак качества еще не ставили на тазиках на этих и мы сейчас в этот медный тазик тебе сделаем мыльный такой растворчик это зола из печки она превращается прекрасное мыло вот потрогай как она видишь мы лица я потихонечку тебя выкиваю мочалкой его прям так маленько подеру как скраб получится тебе берегиня не так нужна как дуб тебя огня и так полно перевернемся покусывает мыло чуть-чуть так не поцарапывать ну и хорошо значит на гната на краю прошел потому что концентрацию большую сделаешь начнет кусаться тоже нехорошо это у тебя такая мочалка к запасом богатырская короче в этой бане у меня пришло трое детей а сегодня ей задание привести еще одну светлую душеньку теперь же твою а чуть-чуть по скрабимся скребочком так и все лишнее придет ведь ты белая береза ветру нет а ты шумишь интересная штучка да мне очень нравится она такая мягонька тепленько янтарь отсюда мелко-мелко через дву ниточку высыпается и на тебе остается очень тонкий тонкий порошок и ты сейчас получаешь янтарное такое выглаживание ванну янтарную а ты шумишь повернись на бочок садись ветру нету ты шумишь давай по тихому сюда у скотины надо раз два дня или раз три дня перекапывать вот этот вот подстилку чтобы кислородом дополнять потому что иначе трамбует скотина и там бактерии умирают помнишь на чукотке был там все шкурами было увешано то есть вы делали баймешку было якутия на якутии до в якутии вот где меньше 60 60 вот это вот вот я решил тебе в память вот такую подстилку меховой это короче краснодарские друзья делают такую шкуру она прямо роскошная знаешь пока не буду закрывать ничего здесь я свет добавлю на разок тебе подойдем смотри какие веники это опахальны ими работать невозможно а вот помахать вообще а мне бы пифточки отъезжаю мне сказали что приняты я а по и и и и и и и и Дышится? Хорошо. Пойдем погуляем. Давай, купнемся, пока тело просит в той пари. Я тебя послушаю. Давай-ка вот сюда вот на стол укладывайся. С корового крепкого, с ими милого. Коровый крепкий, стоять невозможно. Качу, качу, выкатываю. Тяну, тяну, вытягиваю. Тяну, тяну, заберу, уберу. Качу, качу, выкатываю. Качу, качу, выкатываю. Заберу, утяну. Выкачу, злочу. Уходи, все вышли, приходи, все вышли. Кому все лишки отдадим? Земле, воде, воздуху, огню? Болото давай. Болото его туда. Раскрывай болото. И туда в него прямо нырк только. Я туда эту тряпку и отправил. Пускай себе плывет. Залезай. Хорошо. Злёк. Злёк. Черт! Звучит. 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 История. Звучит. Звучит. Вищество. Вищество. вот теперь тебе можно попарить вот они твои ароматные вот отсюда холодного воздуха подведу ниоткуда к тебе ничего не задувало дай-ка я твои березовые заберу ими поколючее будет знаешь я тебе секрет великий раскрою вот ты ж банщик на миллион да то есть за миллионку паришь на чем секрет а других не бывает просто платят не всем а а и Иван Борисович, знаешь, как бойцы какой-нибудь лиги могли бы двумя-тремя ударами и бой закончить тогда, но ведь шоу должно продолжаться. Вот теперь гуриевские кашки и на печку спать. Короче, мы сегодня готовим гуриевскую кашу. Антон готовит. Гуриевская каша, расскажи, что это такое? Это надо, чтобы Антон рассказывал, потому что я, честно, в жизни никогда её не пробовал. Я много про неё слышал, но ни разу не пробовал. Первое, берём молоко, наливаем его в глиняную посуду и суём в русскую печь на ночь. Оно там томится, томится и превращается в томлёное молоко в пенки. Это уже сделано. Это уже сделано? Это вот вчера вот было. Вот оно томлёное молоко. Здесь из него уже забрали. Видишь, вот это томлёное молоко. А вот пенки. А потом его наваривают и превращают. Да, пробуй. Это просто томлёное козье молоко. Вот собранные пенки. А пенки можно пробовать? Эти из карамели. Они уже сладкие. Те без карамели, а эти с карамелью. В общем, эти пенки я забрал уже везде. И всё, молоко переходит в пенки. Прикладывается тонкий слой вот этой каши, когда она остынет, она немножко загустеет. Потом слой пенок. Орехи обжаренные будут. Нарезанная курага и изю. Потом опять манная каша. Потом слой пенок. Мёд и варенье. И так 800 раз. Ну, мы в нашем случае используем не варенье, а замороженные ягоды. Так как они у нас всё-таки есть. Кусочек масла в самом верху добавляем. Пенок. И это отправляется в русскую печь. Она сейчас прогорит. На 40 минут она там начинает образовывать корочку. Такая она будет прям пусть и так дышать. Ну и потом можно кушать. А почему она русская каша? Ну, это старая русская каша. Ещё при князе Гури. Сейчас чай. Да. И гуриевская каша. Да. Смотри, она только что из печи. Вообще уникально. И она ещё не замёрзла. Где? Никто. Да. Никто в современном мире не публиковал ни разу сделанную гуриевскую кашу в русской печи. В духовке, да, были в русской печи. Никогда. Эксклюзив. Ну что? Ну что? Тебе право. Давай, давай. Тебе с какой стороны? Тут 4 части. Да. Вот в каждой из 4 частей своя начинка. Да. Потому непредсказуемо, как там будет. Ага. Давай прям вот совсем чуть-чуть, чтобы только попробовать. Да, 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 да. Фантастический запах. Это, конечно, очень вкусно. Я так понимаю то, что фрукты сразу же дали ароматы. Ну, наверное. Ну, вот топлёное молоко. Да, и дымок. Вот дымок, да. Ну, по сроку его приготовления, вот сколько его надо томить, сколько его надо вываривать, выпаривать, это, конечно, абсолютно редкая вещь. Ну, представляешь, вот здесь, вот здесь, наверное, ядра полтора молока, не меньше, если не два. Я думаю, что здесь, наверное, тысяч пятьдесят килокалорий. Ой, не грузи. Если не сто тысяч килокалорий. Я не представляю. Ну, там она реально, конечно, такая. Такой высокий концентрат просто, богатырский. Вещь. Прямо вещь. Да, честно. Да, очень вкусно. То, что было, и то, что стало. По позвоночнику мы немножко там поработали. Ну, я доволен, я смог снять вот этот второй шейник. А вот здесь мы пробивали. Поработали. Да, поэтому оно еще будет успокаиваться. И температурно-влажностную среду уже можно до сауны. Друзья, спасибо. Иван, благодарю тебя от души. Всем пока. Всем радости, любви, счастья и гармонии, друзья. Все, я спать. Все, я спать. Все, я спать. Я тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова